Еще один пункт есть, да. Объявить государство образующей нацией наряду с русским народом, татарский народ, вернув ему древнеисторическое имя Булгары. Ну, умно. Умно почему? Простая вещь. Во-первых, кто такие татары казанские? Надо разобраться с корнями. До 7 века археологи находят на территории Татарстана культуру русского народа. Это наша культура. Это культура славян. Жили когда-то волгари или волгары, или как угодно. Отсюда произошло болгарин. Они занимались рыболовством, занимались охотой, занимались сельским хозяйством, выращивали коз, выращивали свиней, выращивали крупно-рогатый скот. Образовалась хазария. Каганат хазарский. Хазары что сделали? Они вели войну с мусульманами. Очень долго они боролись с арабским халифатами. Но они что сделали? Они через свои земли пропустили на север арабских миссионеров, чтобы те крестили, вернее, ну как сказать, крестили, не то слово, да? Но обратили в ислам население Волги. Части вот этой, где слияние Камы, Волги, вот эта территория современного Татарстана. Причем помогли этим миссионерам в военном плане. Это было насильно внедрено, насильно был внедрен ислам. Потом подошли сюда с Урала угорские племена. Часть угров расселилась на территорию Татарстана. Поэтому некоторые татары имеют монголоидную премесь. Это антропология. Но основная масса татар имеет гоплогруппу арийскую. Р1А1. Такую же, как и русская. До сих пор ядро татар, ядро, основная масса, это голубоглазые, светловолосые, это высокие стройные европеоиды. У них есть монголоидная примесь по деревням. Там, где угры успели, так сказать, свою кровь влить в этот народ. Они себя называли как? Они себя называли Волгарией или Болгарой. Потом они ушли далеко на юг. Часть расселилась, ушла в Болгарию. Ведь почему, например, в Болгарии нет ни одного тюркского слова? В то время, когда уходили в Болгарии на юг, в Болгарии они говорили только на русском языке. Это потом тюркский язык, уже после Орды, когда пришла Сибирская Русь, а Орда говорила на двух языках, на русском, на тюркском, то они приняли тюркский язык. И опять-таки это было сделано на сей стену. До сих пор я знаю, что в некоторых татарских деревнях учат древнерусской грамоте детей. Им рассказывают о наших буквах древнерусской грамоте. Непонятно зачем. Просто они сохраняют эту традицию, память о своей русскости. Поэтому, если так посмотреть на исторический процесс, который идет, ну хоть раз татары казанские нас предали. Ведь во всех войнах, во всех войнах они всегда были рядом с русским татарином, русским татарином, русским татарином. Это было всегда. Но почему мы их не считаем государствообразующим народом? Ведь они же были с русскими и в Сибири. Они поддерживали нашу государственность в Москве. Ведь в Москве масса татар и сейчас живет. У нас были случаи, когда татары были нашими царями. При Иване Грозном, например, Иван Грозный спокойно оставлял свое царство на татарина и переживал за это. Все было нормально. Понимаете? И пора бы понять нашим правителям, что это тоже государствообразующий народ, как и русский народ. Если мы это сделаем, сразу ваххабиты ихние перестанут действовать. Мусульманский фундаментализм исламский потеряет актуальность в Татарстане. Ведь на чем они играют? На том, что якобы русские притесняют татар. Понимаете, игра такая. Как говорят? Да, притесняют, например, русские притесняют кого? Ну, притесняют якутов. Кто их там притесняет? Ну, так говорят, так принято, так раскручено. В Татарстане то же самое делается. В Башкирии то же самое. В Удмуртии то же самое. В Коми то же самое. В Перми. Участны разговоры о создании Великой Перми. Напрямую говорят, а почему нам не создать Великую Перми, Биарнию? Русские живут здесь, так сказать, они пришли, они оккупанты. Какие оккупанты? О чем речь? Пермяком было 20, а русских было 1000. Какие оккупанты на этой территории? И русские здесь раньше жили, чем Пермики, да? Пермики потом с Урала приперлись. Я просто к чему говорю, что татары, они сами вышли из русского народа. Если их взять, это будет справедливо объявить их тоже государствообразующим народом, как и наш народ, русский народ. Потому что они всегда с нами бок о бок, да? Во всех наших неурядицах. Ну давайте, чтобы для доказательства я вам одну вещь приведу из истории, чтобы всем было ясно. Вы помните 1612 год? Москва оккупирована кем? Поляками. За поляками кто стоит? Ватикан, да? И вся Европа. Так, так. 30-тысячное войско поляков движется на Москву. Пал Смоленск. Смоленск там два года эту армию на себе держал, даже больше. Там 100-тысячная армия была, но она была вся почти у нее разложилась. Но 30 тысяч двигалось на Москву в поддержку этим, что сидящим в Кремле. Что оставалось русскому народу? Ну, Минин обращается в Нижнем Новгороде, значит, обращается к русскому народу. Не к татарскому народу обращается, а к русскому обращается. Ребята, дайте деньги на создание армии. Ну, спасти страну надо, мы же гибнем. Ну, это на самом деле. Пожарский больной лежит после раны и отказывается вообще принять войско. Минин поднимает Нижний Новгород. Люди вкладывают деньги. И каково же было удивление Минина, когда приходят к русскому народу черемисы, морицы. Армия морицев, небольшая, но пришла. Приходят мордва, мордовская армия. Он даже не звал их, они пришли сами. Но каково было, когда пришли татары. Татарская конница из Казани. 50 лет всего, как Казань была присоединена, полвека прошло. Многие, кто там был, они участвовали в обороне Казани от войск царя Ивана Гроза. Но Казань не предала русских. Не предала своих завоевателей. Татары пришли под знамена Минина. И потом эту небольшую армию он привел к пожарскому. Говорит, смотри, кто к тебе пришел. Черемисы, мордва, татары. И вот тебе русская рать. Принимай, князь, принимай и веди на этих придурков, которые сидят в Кремле. На дураков, на самом деле. Они там забрались в Кремль и голодали сидели. Потому что там уже русский народ поднял бунт в самой Москве. Татары нас не предали даже тогда. А ведь турки подстрекали Казань к восстанию и отделению от России. Сейчас Казань, смотрите, отделяться вздумала. Сейчас. Тогда она пришла на помощь в Москве. А сейчас у нас там появились кто? Сепаратисты. Сепаратисты. Настоящие сепаратисты. Которые говорят, а мы сможем и без России. Как вы сможете без России, дорогие? Вы же такие же русские. Только на другом языке говорите. А кровь-то у нас одна. Чего вы с ума-то сходите? То есть как работает Запад? Вот тогда Запад пропустил. Тогда католики пропустили казанцев, пропустили черемисов, пропустили морву, пропустили пермяков. Они просто не подумали, что вот эти люди могут прийти на помощь русскому народу. Им даже в голову не пришло, что где-то на Волге русский народ сможет собраться, а потом обрушится через свои силы на освобождение Москвы. Им даже в голову не пришло. Но вот тогда у них была ошибка. Сейчас они ошибку не допустили. Они работают по татарам. Если сейчас татар принять, как есть, то есть это справедливость, принять их, так сказать, как наш народ в государство, образующую нацию, да, так оно на самом деле и есть. Потому что не было случая предательства. Татарин всегда с русским был рядом. То есть болгарин, да, болгарин. Вопросы все сепаратизма татарского, они автоматически исчезнут. И его просто не будет. Не на чем будет разыгрывать эту карту национальную. Не на чем. Понимаете? Без зубов останутся сепаратисты. А на то, что ислам, это не страшно. Татарский ислам, это не бахабиты. Это другой ислам. Наш ислам. Наш северный. У него другие принципы. Я считаю, что это очень умное решение. Мне кажется, в этом пункте самое главное слово государство образующее. Да, государство образующее. И татары должны присутствовать в нашем правительстве. Ну, Набюрин у нас присутствует. Вы сами знаете, как она присутствует. Таких Набюрин нам больше не надо. Там есть прекрасные люди, которые смогут помочь Владимиру Владимировичу и его команде поднять страну. Та же, как, например, наш тувинец Шойгу, который никакого отношения к русским по крови не имеет, но в доску русский человек. Так что тут уж ничего не скажешь.